Приветствую всех зрителей! В Digital Combat Simulator до 26 марта идет весенняя распродажа и многие модули, карты и компании вы можете купить со скидкой до 50%. И в этом видео я хочу рассказать про те компании, которые есть у меня, чтобы если вы надумаете их купить, представляли, что ожидать от них и стоит ли их покупать или нет. Все эти компании, которые я сейчас перечислю, они на русском языке, либо полностью локализованы, либо, по крайней мере, брифинги и субтитры на русском, так что разобраться в них можно будет без проблем. И первая компания для модуля Apache это MAD от StoneSky. Здесь нужна карта Персидский залив и, в общем-то, эта компания не для тех, кто хочет просто тупо летать и крабить десятки наземных целей. Здесь компания построена в виде, как бы, реалистично выполняемых заданий, поэтому таких прям супер-боевых миссий не так уж и много, а в большинстве своем придется много летать, пилотировать, взлеты, посадки тренировать, в том числе на авианесущие корабли и параллельно выполнять какие-то небольшие или большие, в зависимости от сюжета, боевые миссии. Поэтому, если вы недавно приобрели модуль Apache, хотите освоить пилотирование и системы на этом вертолете, потренироваться в боевом применении, то эту компанию можно рекомендовать. Она не очень, как по мне, сложная, но, тем не менее, есть много и пилотажной практики, и военной. Ну и плюс некоторые миссии действительно могут быть не очень простыми для выполнения. Следующая компания, это для модуля A10C, называется Каменный Щит. Тут карта Кавказ, поэтому никаких дополнительных модулей, кроме A10, вам не понадобится. И, опять же, сюжетная компания, где необходимо днем и ночью вылетать на задания по поддержке наземных сил, уничтожению вражеских колонн, техники и так далее. Есть полеты днем, ночью, и присутствуют достаточно-таки сложные миссии. Ну, в первую очередь, они сложные из-за того, что есть тайминги. То есть, если вы все очень быстро и четко не выполните, как от вас требует сюжет, то миссия достаточно быстро проваливается. Поэтому, если хотите потренироваться, полетать на самолете A10C, то компания достаточно-таки интересная, динамичная, и именно свои навыки боевого применения здесь как раз можно очень хорошо реализовать. Далее, для тех, у кого есть модуль Harrier, есть такая компания Небесный Воин. Тоже карта Кавказ, никаких дополнительных модулей вам не понадобится. Здесь вы с авианесущего в основном корабля выполняете, опять же, задания по поддержке наземных сил. Миссии, они как и просто согласно брифингу, так и есть куча появляющихся дополнительных задач, угроз и так далее. Как по мне, компания достаточно-таки живая и соответствует, скажем так, реальным боевым действиям и военным операциям. Поэтому, кто хочет как раз полетать на самолете Harrier, то, опять же, компания, я думаю, вам очень даже понравится. Для тех, у кого есть модуль Ми-8, здесь есть несколько компаний. Во-первых, это Экипаж и Нефтепромысел. Это гражданские компании для тех, кто хочет заняться перевозкой людей, грузов, как на внешней подвеске, так и внутри вертолета. В общем, для пилоток гражданского вертолета. И также есть компания Граница и Память Героя. И плюс в компании Память Героя тут и Ми-8, и в том числе К-50. Поэтому, если как раз вы хотите более такое, скажем, боевое применение, то можете попробовать компанию Граница, тут только Ми-8, и компания Память Героя Ми-8 и К-50. Компании для вертолетчиков. Для любителей поршневой авиации, для модуля П-51 Мустанг, могу порекомендовать компанию Высокие Ставки. Тут, скажем так, не боевое применение, а больше на умение пилотировать, управлять со всякими системами самолета и выжимать из него максимум, который от вас с каждой миссией все больше и больше будет требовать эта компания. Поэтому хотите попилотажить на Мустанге, то как раз попробуйте эту компанию Высокие Ставки. Для тех, у кого есть модуль Speedfire, можно порекомендовать компанию Операция Эпсом. Но тут, правда, нужна, во-первых, карта Нормандия 1944 и Объекты Второй Мировой Войны. Вы пилот самолета Speedfire, и компания воссоздана по, скажем так, историческим данным, поэтому можете себя почувствовать в кресле пилота этого легендарного самолета и повыполнять боевые задачи. Ну и для тех, у кого есть модуль L39, есть компания Курсант, где вы с самого начала, со взлета, полета по коробочке, будете осваивать данный модуль. Компания не совсем простая, потому что надо все четко очень выдерживать, все режимы, пилотаж, направление и так далее. То есть, если вы именно хотите такую пилотажную компанию с жестким контролем, то вот компания L39 Курсант, наверное, это то, что вам надо, чтобы почувствовать себя выпускником какого-то авиационного училища, где вы как раз осваиваете данный летательный аппарат. Вот такой вот набор компаний есть у меня. Я его, скажем так, с удовольствием прошел и частенько летаю еще раз или какие-то отдельные интересные миссии. Многие из миссий в этих компаниях можно, понятное дело, сделать и мультиплеерными, и вполне нормально в них поиграть. Поэтому вот именно тот перечень, который я опробовал и могу порекомендовать к покупке.